Первой в списке производственных объектов участников карты индустриализации, которые посетил глава города, стала компания VivaFarm. Предприятие обеспечило рабочими местами 120 человек. При этом налоговые отчисления цеха составляют 1 миллион тенге. Компания выпускает противовирусные и противоаллергические препараты объемом 15 миллионов таблеток и 15 миллионов капсул в год. Сырье немецкое, а оборудование южнокорейское. Мы подбираем поставщиков субстанций, качественных субстанций. То есть все ингредиенты и субстанции, вспомогательные вещества, все куплены в Европе, прошедшие на стадии контроля. И наши препараты, я уже говорил, прошли исследование биоэквивалентности. Это сравнение с оригинальным препаратом. Это все проводится в клинике, и наши препараты доказали свою эффективность при доступной цене. Также в рамках рабочей поездки Акимгорода посетил завод по производству железнобетонных изделий для строительства мостов, автомобильных и железных дорог. Алматинский завод мостовых конструкций тоже стал участником дорожной карты бизнеса 2020. На предприятии работают более 500 человек, которые на встрече с Акимом отметили, что благодаря бесперебойному электро- и теплоснабжению увеличиваются и объемы производства. А значит, и налоговые отчисления растут. За последние полгода они составили 420 миллионов тенге. «Бесперебойная подача была и газа, и тепла, и света. Потому что раньше, в зимнее время, в общем-то, нам постоянно отключали. И для нас это была большая проблема. Поэтому спасибо вам большое». Глава города посетил еще один завод по производству изолированных труб и фасонных изделий – ТО «ПВХ плюс драйбленд». Предприятие ежегодно выпускает 100 тысяч погонных метров труб и металлических изделий – более 8 тысяч штук. Это предприятие также получило господдержку по карте индустриализации города. В этом году в Алматы в рамках программы будет реализовано 7 проектов по производству мебели, стройматериалов, лекарственных препаратов в сфере оказания торгово-транспортных услуг. Всего в городе ведется работа по 28 индустриально-инновационным проектам на общую сумму более 485 миллиардов тенге.